С ребятами из группы Йоко Гамма мы встретились вечером в киноконцертном комплексе на их репетиции. Правда, нам не совсем повезло. Репетировали только ветераны Валера и Антон. Гитарист был на смене на Чернобырской атомной станции, а ударник приболел. Но даже на репетиции они работали в кайф. Им явно это приносило удовольствие. Йоко Гамма Йоко Гамма – такое нестандартное название. Почему? Откуда? У нас группа изначально называлась по-другому. Мы имели другое название. Но оно было такое достаточно клишеватое. И оно оказалось известное. И в итоге мы решили остановиться на этом названии. Оно нам просто понравилось по звучанию. А дальше, в принципе, это такая тема, которая, как история многих групп, они придумывают какое-то название. А потом его начинают интерпретировать все по тому пути, как то, что видит. Искать причины. Да. Йоко вообще это слово, оно подразумевает солнце. То есть в Японии тоже есть свои на эту тему мысли. Ну, это их язык, поэтому тут можно интерпретировать это название, как гамма солнечных лучей, там, чего угодно. То есть это уже зависит от твоего, ну, насколько для тебя это слово весомо, что оно для тебя может значить. Ну, а на самом деле, если честно, то нам оно понравилось просто по тому, как оно звучит. У меня немножко другие ассоциации, как бы, все началось с того, что мы когда-то с Антоном взяли в разработку песню морального кодекса «Голубые огни Йоко Гаммы». «Голубые огни Йоко Гаммы» Начинаю пробивать, кажется, это город в Японии. Где-то находится он там на берегу Японского моря, по-моему, да? Вот. И я как-то начал, как-то у меня это так попало. Эта песня у нас, потом мы от нее отказались, как-то не пошла. А название осталось. Вот. И потом мне пришла ассоциация такая, Йоко. Это же жена Джона Леннона. Ну, да. Ну, в отличие от тебя, Александр Алексеевич, я все-таки немножко другого мнения. Все-таки, если Леннон в нее влюбился, а учитывая, что она была женщиной весьма неординарная, достаточно того, что у нее была там выставка такая, когда я читал, и когда там у нее был самый такой пикантный момент, самый хитрый, когда должен человек был по лестнице подняться, и там у него было такое окошечко, и заглянуть туда, вот, и посмотреть, и там это как бы у нее ключевая была картина. Вот. И вот Джон Леннон по этой лестнице такой поднялся, заглянул туда, и после этого у него что-то такое чпок. Это же ведь сложное слово получается, Йоко. А потом сразу второе, думаю, а что такое? Гамма. То есть гамма, гамма, ну, это музыкальный термин, это гамма, дори, мифа, соли, си, до. Вот. Потом ассоциация возникла. Ну, то есть это та лестница, по которой мы забираемся туда, чтобы посмотреть. Вы поняли, да, суть всей истории. Да. Вот Антон тут. Мы по ступенькам туда пытаемся подняться. Да, вот это как бы вот этот вот нотный стан, по которому ты поднимаешься, вот. И видишь именно, вот, вот она как бы какая-то картина этого мира. Единственное, что мы не можем никак сойтись. Вот сейчас написано там Йоко-Гамма, да. Я вообще-то как бы думал, что Йоко по-английски, потом тире, а гамма по-русски как бы. Ну, тут Антон Евгеньевич, конечно, что-то воспрял такое, сказал, что тут умничать. Давайте вот именно так. Я говорю, ну, хорошо, давай сделаем так тогда. Йоко-Г буква, вот с большой буквы, остальное, ну, удвоено М по-английски. Субтитры сделал DimaTorzok Как вы впервые встретились? Ну, все началось с того, что я переехал в Слоутич. Я вернулся в Слоутич, не переехал, да. И, соответственно, начал здесь искать сразу же, с кем можно поиграть. Ну, на тот момент, когда я переехал сюда, здесь были уже собранные команды. Вот, и поэтому я понимал, что нужно собирать свою команду. И у меня есть друг, вот. И у него отец моего друга, он в то время занимался тоже музыкой. Вот, и у отца моего друга был тоже друг. Вот, и этим другом оказался Валера в результате. Вот, и да, изначально мы собрались вот с другом Валеры, вот, и моим другом. И был у меня еще один друг, да, который на тот момент стучал на барабанах. Да, и жил в городе Слоутище, и у него не было своей команды тоже. Ну, не своей, а вообще не было коллектива, в котором он мог стационарно заниматься этим делом. Вот, и таким образом мы собрались, а дальше уже все пошло, пошло своим чередом, да. А после этого я показал Антону сборник нашей песни Дисная, в котором фамилия Никонов упоминается 40 раз, а в сборнике всего 49 песен, и все на русском языке. А как ты, явно поклонник англо-американской музыки, соединился с этим русско-поющим парнем? Дело в том, что мы на данный момент говорим о музыке, да. И как бы, я думаю, что для Валеры и для меня музыка это, как бы, да, на первом месте, да. И поскольку все свое творчество, я думаю, которое тоже входит в этот сборник, Валера черпал изначально из той музыки, которую мы играем на данный момент, мы говорим не про текст, мы говорим про музыку. Да, в этом плане, как бы, ну, я считаю, границ вообще не должно быть. То есть восприятие той или иной музыки, вот я, когда музыку слушаю, я не воспринимаю ее как, там, ну, музыка одного направления или другого. То есть я просто смотрю на нее с точки зрения мировой эстрады сразу же. И воспринимаю ее так, как ее воспринимает основная часть нашего мира. Но основная часть мировой эстрады это английская, все же. Да, поэтому, поэтому через ключ всего этого, и мне кажется, что творчество, и не то, что кажется, я даже в этом в большей степени уверен, что творчество, большинство, большинство групп советской эстрады, оно изначально черпало вдохновение тоже исключительно из этой мировой музыки. Да, а не западная музыка. К сожалению, это так. Да, поэтому я считаю, что нужно просто глядеть в корень изначально, а оттуда уже постепенно выбирать уже то, что тебе ближе по духу. Я понял. То есть на вашей группе главное это музыка, а слова это уже простепенно. Хороший вопрос. Да, хороший вопрос. Ну, дело в том, что мы изначально играем музыку не авторскую. Это не наше творчество. Изначально вообще группа кавер. Да, я понял. Кавер есть. Все, то есть как бы это... То есть повторение китов, известно. Да, да, да. Попытка как бы не то, что именно создать один в один, как играют великие, а просто как бы может немножко свое прочтение такое. Попытаться притронуться к эпохе винила, того времени, когда музыка как бы была задана, ну, не в большей степени, в меньшей степени тенденции маркетинга. В отличие от того, как это на данный момент, к сожалению, происходит сейчас. А как пополняете репертуар? Кто больше предлагает идей сыграть новые песни? Либо я что-то предлагаю, либо Антон. Ну, сейчас два наших парня, значит, пришли. Они тоже сейчас как бы начинают в эту... Начинают, да. Главное движущиеся... Ну, как бы все приходит к тому, что мы, как бы, если сейчас, если вот брать наш репертуар, я думаю, надеюсь, ты покажешь там вот, начиная там от Роулингов, Чак Берри. Это вот поначалу вообще вопросов не возникало. Вот как бы мы... Я понял, что Антону практически где-то, ну, процентов на 90, он такой же, как и я в плане музыки. Он воспитан... Что странно, но он моложе. Правильно, вот. Это удивительно. Это как раз оказывает тот факт, что эта музыка вечная. Да, то есть вот с этого-то и все началось. Если бы он сразу начал бы там как бы умничать такой, типа, да нет, давай там вот это. Я бы, естественно... По рэпу. Да, или по рэпу там, ну, я бы сразу понял, что, ну, нет, наверное, у нас ничего. А все пошло вот именно с этих азов, и, соответственно, оно все потом закрутилось. Но сейчас уже все становится сложнее и сложнее, я заметил, да? Антон, ну, кстати, молодец. Он, кстати, тут пару-тройку вещей, сейчас мы сейчас вот именно разучиваем. Там вот как эти памперсы. Памперсы. Калифорнийские памперсы. Ход чили пепперс. Ход чили пепперс. Мне он ее дал вообще. Там такой бас. Я, кстати, сидел, долго вообще заморачивался. Я понял, что, да, это очень такая интересная музыка тоже. Но это уже сейчас пришло. А если бы в то время он бы мне ее дал, то я, естественно, сказал, мне это не мое, это я вот. Битлы. Да, что поразительно, в нем вот это все укладывается, понимаешь, невзирая на то, что он молод, но у него уже очень такая хорошая практичность и расчетливость. Мы репетируем внутри команды, а потом мы будем репетировать на большую сцену. Вот, и так оно и пойдет. В принципе, как бы сейчас Антон уже предлагает, я сейчас предлагаю, но Антон всегда кривится, потому что говорит, да, это все старье такое. Я говорю, подожди, а так мы же только вот играли, Чака Берри, это что? Ну, ты понимаешь, это такая музыка, а вот это вообще совковская, типа, вот так вот, понимаешь? А вы помните, как впервые познакомились с гитарой и появилось желание что-то сыграть? Мои родители, они из детства меня возили на фестиваль авторской песни. О! Я слушал. На грушу, на бардах, на всех наших. Вот, и я постоянно... Да, и я когда был маленьким ребенком, я сидел на каремате, закутанный в спальный мешок, и слушал, что люди играют на сцене. Вот, ну, я на тот момент как бы мало вообще понимал, о чем они поют, эти люди. Меня как бы больше волновала музыка, вот в чем дело. И вот сама атмосфера, сама игра, вот само это событие, вот это, оно меня захватывало. Вот, а с тех пор... И самое интересное, что вот это вот ощущение я опознал, может, там, у меня произошло это лет в 6 или в 7, в более осознанном возрасте. А в более осознанном возрасте, ближе уже туда, к концу школьных год, у меня просто дома лежала гитара долгое время. Ну, это гитара моей матери была. Старая такая. Ну, наверное, у всех такая гитара была. Акустическая черниговская гитара, старая такая, которая после 5-го лада ты уже ничего не сделаешь. У тебя матушка играла на гитаре. Ну, уже на тот момент я просто начал слушать музыку, живую музыку, западную музыку. То есть я ее уже начал плотно слушать. И тогда я уже начал задумываться о том, почему моя черниговская деревянная гитара не звучит так, как звучит то, что я слышу из далекого запада. И этот вопрос меня до сих пор... до сих пор я в поиске, да, этого звука. Когда мне отец купил первый мой магнитофон, снежик, по-моему, назывался, такой катушечный. Ну, такой, третьего класса, по-моему, такой. Но, тем не менее, как бы мне вот этот Сергей записал мне сборник песен. И там были, значит, и по тем временам шикарные, значит, вещи Shocking Blue, Rolling Stones, Битлы. Все было в перемешку, короче, по тех временам. Но одна песня, я помню, меня убила. Как потом выяснилось, это песня Битлов под названием This Boy. Когда я услышал, у меня просто слезы на глазах появились. Особенно там, когда Леннон при певе поет, там, вот это вот такое... Они так это все сделали. Вроде элементарно, три аккорда, там все звучит. Ну, как это было красиво. И после этого меня просто, знаешь, вот ударило, думаю, все, я хочу так же. Началось с этого покупки гитары там за 9 рублей, звукосниматели какие-то покупали. Вот, и потом пошло, поехали. В моем понимании музыкант, это как бы... Не просто, там, человек, который играет на инструменте, да, красиво или некрасиво. А это просто человек, который... У него образ жизни такой, у этого человека. И не все это понимают. И поэтому вот, чтобы быть профессиональным музыкантом, нужно быть человеком, который готов многим пожертвовать. Ну, как, в принципе, любым профессионалом своего дела. А как к вам приходит вдохновение? Мы можем, на самом деле, даже вдохновляться иногда настроением друг друга. Потому что, вообще, я считаю, что работать сольно, не работать, а заниматься музыкой, исполнять музыку, писать музыку, придумывать, это одна история. А другая история, когда это все происходит коллективом, то есть командой, да. И это намного интереснее. И даже вот твои решения, они могут зависеть от другого человека. И вот эта вот вся метаморфозность этого процесса, как раз это является, как бы, фишкой группы, я считаю. Помимо ее, конечно, профессионального уровня, сыгранности и остальных факторов. Ты же помнишь, как было у нас на Дисней? Это вот самый главный момент был классный в том, что вот сама вот, как бы, подготовка, подготовка, подготовка. Вот, допустим, помнишь, мы берем какой-то там музыкальный номер или там какую-то другую сценку какую-то готовим. И вот как она все рождается, вот этот процесс, вот он самый лучший, вот он столько сил придает человеку, по крайней мере, мне. То же самое сейчас в музыке. Вот, в принципе, вот я вот ловлю от этого кайф. То, что там, допустим, приходят ребята там. Мы берем, допустим, сейчас песню, да. Ну, что, хорошо сейчас в данном составе играть. Все достаточно на одном уровне музыканты. И мы как бы берем, не надо никому показывать что-то, вот, там сидеть, распить что-то там. Просто вот, ребята, вот такая-то, такая-то песня, все, в интернет залезли, глянули, кому надо, нашли. Да, или послушали. Или послушали, или ничего, да, все. Ну, тут уже приходим, уже готовые, с определенной у каждого своей концепцией, у каждого из голове. И начинаем это все собирать. И вот оно такое, как бы, появляется, вот уже, знаешь, вот этот процесс сборки, он очень уникальный, классный, понимаешь? И когда уже на выходе, если получается, становится вот классно. Свои песни мы уже готовы писать, создавать свои хиты. Мне кажется, даже сейчас еще рано этим заниматься, знаешь, почему? На мой взгляд, мне кажется, нет востребованности в собственном творчестве. Сейчас все группы, которые музыканты, молодые, все играют, все играют в кавер. Я еще застал то поколение, да, музыкантов, когда мы играли собственное творчество. Это было уникально. Ты же помнишь группу Moby Dick, когда у нас был именно весь концерт, созданный со своих вещей? Там, Игорь Платонов, там, и все такое прочее. Вот, и тогда это было востребовано. Я же помню, даже, как бы, нас приглашали, было это интересно. В данный момент мы понимаем, что сейчас, если мы начнем заниматься, мы просто никому вообще будем не нужны. Ну да, ребята поют там, ну ладно, просто пускай. Поэтому, вот, как бы, вот, я вот думаю, что пока рано выйти на этот уровень. Ну, у меня желание обалденное. У меня есть там пару-тройку песен висят там в мозгах, они есть. Ну, как бы, я так предлагаю пока ребятам. Но все равно. Ну, осторожно. Но я понимаю, что они пока, как бы, им это не надо. У нас группа вообще разбилась на таких, на четыре составляющих. То есть я, как бы, такой конкретный бетломан. Антон, он больше склонен к рок-н-роллу, в котором именно, более такое, я бы сказал, американского, наверное, да? Ну, стиля, наверное, да. В стиле. В стиле. То есть у тебя кумиры кто вот именно? Да все эти ребята как будто играют. Я когда слушаю музыку, мне хочется ее всю играть. Ну, вот, в общем-то, именно такая, я бы сказал, такая проамериканская. У него такая направленность, я заметил, такой рок-н-ролл. Там, здесь и топовский, такого, ACDC, там, вот это, как бы... Тоже австралийцы, да. Ну, они тоже. Ну, как Аренс, они все в одном ключе. Допустим, взять, вот, Дима Дудин, вот, вот, ну, его сейчас нет, он сейчас работает. Тот, вот, типичный такой, я бы сказал, металист, а-ля Мотли Крю и Синдерелла. Если ты помнишь, такие девяностые группы команды. Потому что, вот, когда я посмотрю, он играет, он... В 80-е годы. Вот, он просто, вот, рубит этот металл. Вот, вот, у него гитара буквально искрит с этим. Он очень хорошо играет. Он технично играет, фирменно играет. Вот. Димка Драпов, ну, тот такой всеядный парень. Такой, вот, как бы, будем говорить, что... Это вообще универсальный человек. Да, универсальный. Вы же поняли, что это универсальный, безотказный, хороший, надежный парень. Это вообще, я считаю, тьфу-тьфу-тьфу. Нам очень хорошо с ним повезло. Сейчас вот я просто вот не хочу сглазить, но очень хороший человек. Да, с Валерой мы уже вместе играем уже около пяти лет, даже больше пяти лет. Я сейчас уже играю пять лет. Да, но за это время у нас произошла смена многих музыкантов. Мы с разными музыкантами поиграли. На данный момент команда относительно молодая. То есть, вот, это летом мы только собрались, это мы с Драпом собрались, а вот уже ближе август, вот это с Дудиным. То есть, вот сейчас вот как раз сформировался состав, а помимо этого же нам нужно сыграться. И вообще, как бы, вот, задевая эту тему по поводу собственного творчества, я считаю, что, чтобы заглянуть в себя, я вообще эти вещи воспринимаю как дайвинг, честно говоря. И вот, чтобы нырнуть как можно глубже, тебе нужно иметь хорошие, как бы, инструментарии для этого. Подготовку и инструментарии. И вот, я считаю, что мы на данный момент тоже занимаемся своим творчеством. Просто мы занимаемся развитием себя для того, чтобы нырнуть глубже. Чтобы создавать по-крупному. Да, чтобы создавать те хиты, о которых все мечтают. Потому что проблема многих групп, я вот, у меня был период жизни, я учился в Киеве. Я играл в одну из команд, которые действительно, они ставили очень высокую планку по своему авторскому творчеству. Но их проблема была в том, что они просто не готовы были к тому, чтобы эти вещи, ну, как бы, выдавать, да, в нужном формате. Не просто... Чтобы они народу нравились. Да, да. У них не хватало именно этого багажа, этих инструментов. И вот, и все же равняются сразу на мастеров, которые каждый по себе индивидуально, так же, как в Beatles, да, или в Deep Purple в том же, да, то есть, или в Led Zeppelin. Это ж, это люди необычного, не просто необычного склада дома, это люди, которые профессионалы. Каждый из них индивидуален по-своему. И вот, когда это все собирается и сыгрывается потом уже в одном котле, тогда появляются красивые хиты, которые люди до сих пор слушают и мое, и Валерина поколение. Надо пробовать все равно, Антон. Да, надо пройти просто через все эти... Надо все равно, как бы, начать с чего-то, хотя бы там одну или две песни. Вот, это вот беда, я помню, Игорь Платонов, когда он вроде хороший был музыкант, все, у него было постоянно такое. Надо такую песню сразу создать, чтобы это все был хит, и все, и мы великие, да. Да, такого не бывает нифига в жизни. К этому надо прийти к такому хиту, надо пройти такой путь, там, через, там, не знаю, 20-30 песен, может быть, чтобы понять именно, вот как ты это все сформировал. Амбициозные планы, есть желания, и мы обратили внимание, как они получают удовольствие, даже играя на репетиции. Нам показалось, у них есть будущее, и они явно станут звездной командой из Славутича. Пускай сегодня я никто, и пусть ствердят тебе, что я не тот. Дай мне один день, дай мне эту ночь, дай мне хоть один шанс, и ты поймешь, я то, что нравится. Дай мне один день, дай мне эту ночь, дай мне хоть один шанс, и ты не уснешь. Пока я рядом, дай мне этот день, дай мне эту ночь, дай мне хоть один шанс, и ты не уснешь. Пока я рядом. Субтитры сделал DimaTorzok